всем здарова ну что суббота и мы начинаем как обычно заниматься нашим с вами обычным и любимым делом обзор компактов кассет как выглядели фирменные диски и так далее ну и заодно будем с вами вспоминать вспоминать группы те самые которые были популярны в наши любимые 90 кстати ребята я посмотрел статистику канала сейчас отрегулирую звук немножко вот так нормально и обалдел что с подпиской смотрят что-то процентов 20 ролики блин ребята ставьте колокольчики и смотрите ролики вы все-таки подписались на канал я конечно понимаю что многие подписались благодаря видео с музыкального магазина но основная эта тематика канала не так и сегодня вот мы как раз с вами займемся основной такой тематикой канала это как я уже сказал будем вспоминать группы группу сегодня одну вы уже знаете какую посмотрим капак диск как же выглядел ну и вот в таком духе вот вообще сегодня я не планировал выпускать видео я вот приболел и думал сегодня ну ладно неохота потом что-то вроде выпил кофе и как бы окей думала надо записать для самому тоже хочется потому что обычных репортажей со студии осязаемой музыки не было давно в инстаграм фото давно не выкладывал то что не было силы как-то вообще но сейчас вроде как бы настроение появилась ну и наверное на таком настроении надо дальше и продолжать еще ребята если вам не сложно поделитесь видео своих группах и где-нибудь в группах вконтакте где вы смотрите там евроденс музыку пускай нас становится еще больше это будет очень классно ставьте лайки это тоже ну как бы смотришь там увидел лайки набирает я все-таки просматриваю статистику ну блин ребята это реально просто приятно и естественно ребята пишите комментарии но здесь вас учить не надо здесь вы конечно молодцы вот по поводу прошлого видео поездки в польшу я смотрю многим тема в принципе вкатила это был такой пробный ролик там да вы ну если тема зашла то можно в принципе снимать да я так понимаю а вот меня еще поразило что я нам показал кстати на стопочка компакт у меня так лежит еще толком не разбирал я думаю это из карпов показала за курс но вот в комментариях написали давай шамы были ребята а лишь асетик вас вообще никак не впечатлило вот напишите в комментариях а лишь асетик слушали или не слушали мне вот прямо интересно стало потому что у них там была песня вот такая вообще и альбом тоже заслуживает отдельно внимание ну нельзя жить только евроденсом единым и тем более у евроденса было столько много фигни что ну нельзя слушать на слушать разную музыку тех же скорпов и так далее так ну что такое опять начинается вот эта вот проблема будем вещать сегодня похоже без музыки ну ладно буду говорить в тишине может она заиграет что-то у меня вот в плейлисте стоит песня и именно вот эта песня ты то есть может заново туда закидывать и ставить там повтор да ну вот она не хочет играть и все на этом в общем ладно давайте не будем на музыке сейчас застрять внимание сейчас будем застрять ну на фоновой музыке а застрим с вами внимание на группе корова ребята но вы все видели заставку группа корова нас сегодня вообще я кстати думал что об этом об этой группе уже был ролик и читая начал пересматривать думаю блин нету думаю странно ну тогда наверно надо делать группа коров сейчас я возьму компакт группа кора ребята вот такая вот группа альбом за албом так и называется это у нас девяносто третий год тот год который я люблю те компакт и те группы как ну вот девяносто третьего года я собираю вот это одно из направлений моей коллекции джоз третий год и вот группа кору очень нравится этот альбом но вообще мне кажется группа такая но она такая забойно имеет стиль такой забойно такой евро дэнс итало дэнс вот такое вот что то вообще группе рассказать много чего не получится потому что я сегодня даже залез в интернет и вот в принципе вот что я знал вот не вот больше ничего не прочитал вообще ничего на евро дэнс там википедии там или энциклопедии евро дэнса посмотрим вот тут везде одна и та же информация ничего более так что но вы прошаренный может быть вы что-то знаете поэтому если я что-то не скажу ну а вы же это знаете вы пишите в комментариях как всегда обсудим и так поехали год 1993 группа кора и их охренительный сингл because the night потому что ночь эта песня у нас я ее знал благодаря вот этой вот кассете я бы ее уже показывал не один раз да ребят это вот так а сетка на которой был у нас в двадцать третьем году туалл имитед но у лимитс видите да как все написано сама вот такая вот кассет какой-то визу вот хотел бы я себе таких кассеток сайте еще вам скажу и значит 90 минутная кассета туалл имитед с допиской на обеих сторонах по четыре дописанных трека то есть семь треков туалл имита пираты записали на одну сторону 7 на другую и потом сделали дописку но как бы грамотно зато все песни туалл имита целиком мы получили и вот здесь на второй стороне как раз таки и шла восьмой песни после песни туалл имитед shelter for any day что начиналось дописка и дописка началась группы корой песни because the night очень нам с нравилась эта песня мы ее прям заценили слушали постоянно но вот скажу так что в ри в риге я вот эту песню может быть я еще где-то слышал остальные хиты из альбома я не слышал вообще ну абсолютно да а вообще хитов было пять но хиты я имею ввиду синглы да вот пять синглов с этого альбома вышло сейчас я вам скажу какие значит смотрите группа корок вам вот напишите кстати сразу сейчас строчите знаете или не знаете вообще эту группу слушали не слушаю да да это наша классическая и так значит погнали по синглом temptation for your love because the night cover версия на песню i just died in your arms tonight да это четыре и пятое the something going on вот эти пять синглов выходило вышло как синглы пять песен вышло как вы выпустились как синглами да и вот из этих песен в 93 году я знал только because the night других вообще не слышал услышал уже потом когда появился интернет это конец девяностых скачал естественно этот альбом послушал очень он мне понравился так вот хорошо выдержанный альбом в стиле евро дэнс тире itala dance вот я вот так могу охарактеризовать почему код . raw потому что козе и россии две фамилии участников группы и тут ну вот я не знаю кто там из них кто да как-то я не интересовался и третье вокалист это джей роланди вот он вот я так понимаю что козе и розе это такие двое продюсеров наверное те кто делал музыку а вот джей роланди это основной мужской вокал да в группе вот еще по поводу i just died in your arms tonight это естественно cover версия шикарнейшей песни 86 года группы cutting crew обалденная песня мне нравится и в оригинале и вот они молодцы ребята очень классно эту песню сделали классный кавер да хотя говорят что лучше оригинал ничего не может быть это наверно правда но каверы бывают неплохие очень классные и вот это в данный случай бы но с музыкой какая-то право ребят проблема ну ладно раз уж так пошло значит не судьба с у нас ну своновой музыкой какой-то буду только я говорить так вот и вот ни одну песню в риге я не слышал хотя потом просматривал когда чарты в европе было популярно и за сам финг going on и for your love да и temptation в общем классные песни вообще альбом выдержан в одном стиле так что ну вообще если кто не слушал из вас я очень сильно рекомендую его заценить да ну и здесь мы конечно же видим вот такой вот маленький портрет портрет талиса колеса как правильно спешил гуэс значит ее голос мы слышим на по моему трех треках этот бекус знает сейчас вам скажу все написано файлов но нет даже больше айбрэйк дауэнд край тоже она поет и за сам фингом он да вот на четырех песнях мы слышим голос талисы вообще она появилась группе но это вы найдете везде в интернете совершенно случайно пробовалась другая вокалистка корс и россии не понравилось да и они пригласили талису а талиса прежде чем ну начать петь записываться она начала напевать песню потому что ночь because the night это старая песня 78 года пел ее пати смит по-моему англичанкам и так же по-моему брюс спрингстон пел но вот могу ошибаться начнет спрингстина но пати смит точно и они такие вот крутой и они вообще запирается собирались вроде как записывать кавер на дэпошмот мастер и сервант и в итоге они записали бекус знает и это стало их главным хитом да вот так вот повезло вот так вот талиса классно исполнила ну действительно классно исполнила музыка классная сам вот не зря мне в 93 году эта песня да вот прям понравилось но в принципе выпустив этот альбом больше группа ничего и не выпустила значит выпустив альбом 93 году и выпустив с него 5 силов потом вышел еще какой-то не я не альбомный сингл по-моему назывался runaway там талис уже не пил какая-то другая девушка точно не помню но ничем примечательным он не выделяется вообще никак в общем ничего примечательного в нем нету а по вот сама талиса у нее много таких известных синглов и у меня сейчас вылетел из головы самый известный в общем пишите название символ талиса и кто знает в комментариях все прочитают а то я же такие вот эти видео и студии я вообще никак не монтируя бы мог сейчас нажать паузу посмотреть там да что она там пела потом вам сказать но это было бы как-то не в нашем с вами стиле у нас как прямой эфир такой да так вот вот собственно говоря в принципе и все талиса альбом не выпустил у нее были какие-то синглы были известны iphone love по моему назывался у нее сингл но он был очень известный девчон четвертом году по моему был популярен но особо каких-то там у нее супер там синглов звездных тоже не было но хотя вокала у нее классный поет она здорово музыка ну похоже она вот на кора кстати говоря в общем у меня в коллекции кора есть вот на таком компакте немецком zux music и вот на такой итальянской кассете сейчас я вам покажу значит как же выглядели вот эти вот легендарный альбом вот эту сторону лицевую я вам показал вот так вот выглядит задник до сам компакт такой классический классический в стиль zux но и буклетик ребята вы кстати пишите у кого этот альбом тоже в коллекции присутствует до кто слушал в то время может быть он у кого-то был в то время но в общем все как всегда пишем общаемся вспоминаем группу кора вот с таким вот логотипом иногда пишут через тире но судя по всему это неправильно потому что на самом фирменном компакте и кассете именно через точки потому что сокращение от фамилий двух главных так сказать деятелей этой группы это был к был компакт а сейчас такая вот аудиокассета она как стоит всем нем когда-то досталась за дешево по моему она выделили новая была люди альном состоянии сейчас уже таких цен нету а а вообще этот альбом выходил на компакте кассете кстати видите разница в обложке сюда уже фоточку талеса не вставили только на компакте и этот альбом выходила на виниле и на виниле кстати на двойном и вот этот двойной винил он сейчас есть продажи есть на дискоксе и с доставкой он даже в мир минте по моему с обходу обойдется где-то около 20 евро это достаточно хорошая вообще цена ну учитывая что это цена с доставкой так что присмотритесь да кто винил вот и интересуется винил присмотритесь мне хватает вполне вот на этих двух экземплярах я считаю просто супер ну и кассетка ребята вот такая вот аудиокассета вот так вот выглядит итальянское все по-итальянски написано сторона они а нет здесь написано кстати на английском но это пропио рекордс это чисто италия и здесь все написано ну это итальянская кассета со процентов такая вот черненькая кассета я таки люблю черный белый и он с таким вот классным раккордом красным вот когда цветные раккорды мне прямо не нравится даром кайфове кассета в руку брать ну не знаю вот мне вот прям заходят вот эти вот цветные да может такая ерундовинка но блин классная такая ерундовинка вот прикольно сделал вот такая вот кассетка трек лист не отличается и на виниле на кассете и на компакте везде трек лист одинаковый ну и вот такая вот такой вот буклетик принципе как и на компакт диски до 11 треков на альбоме вот такой вот альбом 23 года единственные группы кора с обалденным хитом because the night cover версия да но тем не менее очень классно советую ребята всем послушать этот альбом кто не слушал а кто слушал сразу отписаться что да лёха знаю слушал вот ну и также обратите внимание на песню на дана песню айдиз дает и не рай и new arms tonight катин кру пели в оригинале 86 кора переделали в 93 сделали кавер очень классный кавер мне очень нравится послушайте если не слушали напишите как вам послушайте оригинал катин кру может быть кто-то подзабыл как она звучала очень классная песня очень классно очень была популярна в 86 году и вот даже они отдельным синглом ее выпустили где с третьим но и люди с четвертым уже точно помню с третьим все выходил так что вот по такой группе сегодня мы с вами поговорили надеюсь вы оценили то что я вспомнил вот эту группу но и мы перешли сегодня опять к нашему любимому такому делу это вот такого вот обзору обзору дисков кассет и вообще вспоминаем воспоминаниями занимаемся о группах тех лет как бы основная линия канала ну а видео с лаймой вайкулой вам что-то совсем не зашло вообще никому хоть кто-то альбом то послушал или нет там даже 200 просмотров видос не зашел ребята ну блин я старался даже в юрмул специально поехал а а вы блин не посмотрели ну блин вот это кстати было обидно даже как-то все-таки там и юрмул и море и чё-то все как-то лайма там ну блин вы хоть послушайте альбом так даже никто не отписал послушали альбом или не послушали вот мне вот интересно потому что мне интересно разная музыка да кстати надо будет сделать в ближайшем времени конить рэп обзорчик какой-то рэп компакта мне там даже писали в комментариях когда еще рэпчик будет ребята будет и кстати если вот увидите рэпчик тут обзор да там ну увидите название группы поймете да вы кстати вот кто любит вот такую музыку о которой мы сегодня вспоминали вы посмотрите там будет такой обзор очень хороший на не на не не какой-то грузовый рэп да потому что я знаю вот после обзора на диджей джези джефф фреш принц пара людей даже диск себе купили потому что ну зашел альбом альбом классный вот прям такой же альбом думаю надо будет в ближайшее время вам показать еще один такой легкий рэп ну вот как-то так ребята ну что вот прошел сегодняшний выпуск группа кора я жду от вас лайки комментарии репосты вот прям жду и очень интересно обсудить в комментариях вот как вам группа кора еще раз я вот так покручу тут компакт кассета вот такие вот пишите у кого есть в коллекции пишите что вам нравится нравится не нравится слушали ли тогда может быть было на пиратской кассете в общем давайте включаемся сегодня в обсуждение и пообсуждаем по вспоминаем итальянский проект группа кора и альбом и альбом так и назывался за ау 1993 года ух в следующем году уже будет 20 лет 30 лет этому альбому также как и альбому но вы ведь будет 30 лет а там вообще такой год будет прям вот юбилейный для многих крутых альбомов ну вот такой вот выпуск сегодня ребята получился не планировал но сделал надеюсь вам понравится надеюсь досмотрите до этого момента до конца поставите лайки сделаете репосты напишите комментарии но вот так вот проведем сегодня обсудим этот альбом ну ребята ну а пока я с вами прощаюсь до следующей встречи ну а пока как всегда всем пока